За 30 тысяч тенге мошенники обещали многодетным матерям в Шимкенте ускорить процедуру получения адресно-социальной помощи. Действовали аферисты ловко, предлагали доверчивым женщинам помощь, брали с них плату заранее, а затем пропадали навсегда. Обманутые многодетные мамы спустя время обращались в полицию. Число жертв мошенников оказалось внушительным. По подозрению в мошенничестве задержана 30-летняя жительница города. Она в августе прошлого года, пообещав получить пособие от государства в размере 500 тысяч тенге, взяла у многодетной матери деньги суммой около 30 тысяч тенге. Факт был зарегистрирован в выделенном реестре досудебных расследований по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Адрес на социальная помощь стала чуть ли не самым желанным объектом для многодетных семей в Казахстане. Тысячи матерей подают документы в надежде получить обещанные государством 21 тысячи тенге на ребенка. Аферисты пользуются тем, что желающие получить детские пособия ослеплены своим желанием и готовы сделать все, чтобы побыстрее добраться до финансовой помощи. В итоге обманутые люди теряют не только АСП, но и свои кровные. Мошенники обманули шимкенцев на 19 миллионов тенге. Хочу отметить, в Каратовском районном суде состоялся обвинительный приговор в отношении женщины, которая обманным путем получила от 51 человека деньги якобы за выдачу через знакомых в ЦОНИ пособие на детей. Этим видом преступления гражданам причинен ущерб на сумму свыше 105 миллионов тенге. Это я имею в виду в общем по мошенничеству. Среди аферистов есть и те, кто уже отбывает сроки в местах не столь отдаленных. Одна из таких псевдопомощниц смогла обмануть 51 женщину, за что получила долгий срок. Прокуроры призывают не верить мошенникам, а обращаться за помощью только в государственные учреждения.